Дальний край в Аляевке. Дома все дальше и дальше расстраиваются. Я просто думаю, неплохо так вот жить на краю поля и из окна видеть какие-то там серые многоэтажки или там, я не знаю, дорогу какую-нибудь там, где вечно шумят машины. На краю целью просто на балкон, ну не знаю, забор. Здесь вот такое поле пшеничное. Ну в этом году пшеничное, на следующий год может быть еще какой-то. Мне кажется, чем больше становятся города, тем популярнее становятся деревни. Ну за город, по крайней мере. Потому что чем больше город, тем невозможнее в нем жить. Ну тем более, если этот город типа Бензе. То есть не ухоженный, необрядный. Если еще как Москва, где там за ней следят, там парки, все более-менее в порядок приводят. Ну там в принципе, ну или Питер, где тоже говорят много парков больших. Там еще более-менее. Ну вот такие типа Пензе, Саратов какой-нибудь. Тут, конечно, тяжко. Ну вот такая здесь природа. Последние дни августа. Последние дни лета. Да. Самое время писать сочинения. Как я провел лето 2022-го. Провел ли вообще. Август, конечно, в этом году удался. И тут что-что. А вот август, конечно. То, что нужно. Посмотрим. Ну сентябрь, мне кажется, все-таки дождливый будет. Что-то как-то слишком хорошо. Вот, кстати, последние года, даже сколько, ну лет 10, наверное, точно. Август стал, наверное, самым хорошим месяцем лета. Вот в этих местах. В Пензе. Вот, в детстве я помню. Август уже был холодным. И уже практически не купались. То есть как-то было такое. Значит, климат все-таки поменялся. Вот, с этой стороны озеро как-то поинтереснее. Обычно я ходил с той стороны. А сегодня решил с этой пройтись. Здесь как-то по горе идешь. Ну, по склону. Лучший вид. Да, там вдоль берега интересного мало. Кстати, платный пруд. Ну, рыбу ловить за деньги. А вот насчет купаться не знаю. Вроде ничего не написано. Не знаю почему. Но люблю вот этот маршрут. Как-то я его открыл. Ну, вот через этот пруд. И на Александров какую-то карьер. Обещал. Он большой. Еще что-то в этом маршруте есть. Такие просторы, что ли. Здесь просто еще никого не бывает никогда. Я сколько здесь хожу. Наверное, только раз. Может, кто-то встретился. На этих вот дорогах. А так идешь, как будто где-то далеко. Но в то же время и близко. То есть не надо куда-то переться. Там выезжать, я имею в виду. Просто вышел и пошел. Кстати, да. Вот так вот. Мне больше нравится. Чтобы без всяких вот автостопов. Автостоп, конечно, дело такое. Вынужденное. Если там. Ну, с одной стороны, интересно, конечно. Там с местными пообщаться. Вот. Ну, что-то как-то от него устаешь. Вот эти постоянные пересадки. Стояние на дорогах. Вот. В матах. Вот. Лучше, конечно, такие пешие прогулки. Ну, в Пензе как бы с этим сложновато. Если бы жили в каких-нибудь горах, вышел и пошел по горам. Вот как в Непале, например. Да, очень хотелось съездить бы в Непал. Походить по этим Гималаям. Вот. Но с такими ценами, как в этом году, чувствую, еще не скоро туда сможем. Можно будет так запросто попасть. Если в прошлом, если в последний раз в 16-м году я покупал билет туда-обратно за где-то тысяч, наверное, за 40, а может и меньше. Сейчас в одну сторону 60 тысяч стоит. Просто охренеть. В общем, в последние годы на этой планете что-то совсем куда ведут человечество, непонятно. Куда идет человечество? Нет, скорее всего, ведут. Человечество стало слишком ведомым. Он превратился в какое-то тупое стадо. А кто его ведет, можно только догадываться. Но явно не правители стран. Потому что сейчас это сборище кретинов. Что европейские президенты, что штатовские, что остальные страны. Про наших я вообще молчу, даже говорить не буду. Он у нас один. Ну и про интеллектуальные способности лучше скажет его высказывание. В общем, кто-то управляет всем этим. Никакие у них планы явно нехорошие. Чего-то я вот не вижу повышений. Наверное, не нравится, что люди стали слишком запросто перемещаться между странами, смотреть, как живут другие. Понимать, у кого есть голова, что, в принципе, мы все одинаковые. То есть, государство это все херня. Я думаю, это уже многие поняли. Деление на границы, вот это на страны. Это уже так чисто, формально. И вот кому-то это стало не нравиться. Да, красивые места здесь. Вроде простая какая-то красота наша, пензенская. В общем, так вот всякие мысли в голову приходят глобального масштаба. Тихо. Это уже не думаю. Продолжение следует... Победа. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну красота же, я думаю тут мало кто не согласится. Такие просторы, почему-то здесь всегда ветер, поскольку вот здесь хожу, всегда ветер. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и карьер, все больше и больше, это уже второй ярус они раскопали так сильно, а нижний вот там вот как раз, вот здесь обрыв, там нижний ярус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Похоже песок уже кончился. Субтитры создавал DimaTorzok Копают глину. Но несколько лет назад здесь наверху были прям такие хорошие дюны бесчадные, а сейчас все, песка практически нету. Только вот эти вот обломки доисторического дна океана. И вон там последняя дюна осталась. А это вот пруд внизу карьеры. Смотрю там еще раскопали наверху вон. Ну, я решил пройти через ворота. Спустился в карьер по дороге. Кстати, там есть собаки две. Ну, как во всех карьерах. Без привязи, кстати, тоже. В общем, лучше не идти через ворота. Лучше идти вот там перед воротами есть дорога. Вот она, по-моему. К этой, к мосткам. Вот, туда же лодка есть. Тут мостки есть. Короче, к ним. И потом можно выйти вот так вот наверх оврага. И вот на эту дорогу. То есть через ворота переться необязательно. Чтоб с собаками не пересекаться. Как-то так, в общем. Там, кстати, асфальт даже есть. Вот эти камазы едут уже по асфальту. На трассу. Вот про эти мостки я говорил. Последний раз я здесь проходил, когда тут еще не было этого карьера по этой стороне. Тут есть какая-то грунтовка. Так непонятно, куда она идет. Может, рыбаки по ней ездят. А другая пошла вот там стороной. На другой карьер. Сейчас я думаю, 20 лет прошло. Дорога как была, так и осталась. Ну, как бы 20 лет так много для человеческой жизни. И так мало для природы. Я думаю, 100 лет пройдет. Интересно здесь, как здесь все это будет выглядеть. Если человечество, конечно, само себя уничтожит, то здесь все превратится в степь, в лесостепь. Вот будет примерно вот так. Карьер зарастет. Вот эта дамба на пруду, скорее всего, размоется. Пруд сольется. Будет речка. Такая пересыхающая. Вот эти лэп столбы, скорее всего, будут так и стоять. Но провода, наверное, оборвываются. Интересно так вот подумать вперед на будущее. Пофантазировать. Да, короткая жизнь у человека, конечно. Ну, это все продукт эволюции. Для чего придумала природа смерть? Чтобы давать жизнь следующим представителям вида. Чтобы еды хватало для них и так далее. Потому что если будут жить, например, какой-то вид будет жить слишком долго, то он будет, как сказать, будет конкурентом у растущего поколения. Причем таким довольно-таки серьезным конкурентом. Поэтому природу придумал вот так. Ну, если бы, конечно, человечество было гораздо умнее, то, в принципе, сейчас хватало бы уже всем и еды, и ресурсов. Ну, в принципе, у планеты всего этого достаточно. Просто если бы это разумно использовали, а не так тупо, как сейчас, то мы уже давно жили бы по-другому. Может быть, даже освоили бы уже другие планеты. А так мы барахтаемся в этом деревне здесь, на Земле. Которую тоже превращаем непонятно во что. Ну, Земле-то это пофигу. Понятно, что люди просто здесь создают для себя гораздо хуже среду обитания, чем получили в подарок. Так что такая вот фигня. Может быть, научиться пересаживать мозг в какие-нибудь такие механические системы типа киборгов. Например, ты уже такой старый. Тело уже болит, все дела там, короче. Пошел в магазин, выбрал себе тело. Те мозги туда пересадили. Твои мозги пересадили. И ты погнал уже. Например, чувство боли заменили какими-то другими ощущениями. Ну, чтобы понимать, например, что эти там механизмы. Надо там масло добавить или еще что-то сделать. На СТО сходить, провериться. Вот. Например, там... Что еще? Ну да, там, например, будут органы, будут все замедняемы. Ну, вот. Так что... Что-то как-то где-то с кем-то разговаривали. Не помню. Тоже там типа... А ты бы что, согласился поменять свое тело? Ну, блин, ну такое. Я говорю, а хрен ли? Без вопросов вообще. Тем более, если, например, старики. А я думаю, у них вообще даже вопросов не возникает. Поменять или нет. Конечно, все поменяли. Чем вот так ходить там, скрюченым. Инвалиды бы, я думаю, тоже прям вообще без вопросов бы поменяли бы свое тело. На какие-нибудь более совершенные. Да даже просто, чтобы какой-нибудь более-менее такое. Чтобы хотя бы не болел. Вот. Так что... Все может быть в будущем. Ну, ладно. Не знаю, конечно. С таким образом жизни, как сейчас живет человечество, это, наверное, будет доступно только богатой верхушке. Остальные будут так, как жили, так и будут жить. В их жизнях мало что изменится, скорее всего. Как у негров в Африке. У них уже... Так посмотришь, как они живут. Там мало что изменилось. За последние, наверное, сто лет. Тут машины появились. А так... Вообще, конечно, там... Вот. Вот. Еще это только подсолнки, наверное, что ли. Сейчас они везде впереди. Угу. Это же Богословский пруд. Самый такой неприятный момент в этом маршруте, это вот пересечь овраг вот этот вот. Который является, как бы, таким заливом. Продолжением залива Богословского пруда. Вот тут вообще дебри. Ну, весной-то еще нормально. А вот летом, наконец, вышли задницы. Отрим. Субтитры джоксам. Все. Чтобы не проехал во. Богословского ш 빼 and под его унесonym новое ощущение. Корее dispose 뛰ます. Продолжение следует... Продолжение следует...